Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 апреля. День Фотины. Самарянка. Назван в честь мученицы Фотины. С ней беседовал сам Христос у колодца. Она открыто проповедовала христианство, чему научила своих сыновей Иосию и Виктора. Нерон пытал Иосию и Виктора, а затем ослепил. Фотину отправили под строгий надзор к дочери Нерона, Дамине. Фотина обратила Дамину и всех ее служанок в веру Христову. Ослепленные сыновья чудом прозрели. В ярости Нерон велел содрать с них кожу, а Фотину бросит в глубокий колодец. Существовало поверье, что в колодецной воде осталась душа святой Фотины. Поэтому вода, взятая из колодца в этот день, лечит лихорадки. Служили специальные молебны, когда использовали этот способ лечения. Для этого писали на бумаге тропорь мученицы Фотии и, завязав эту записку в ветошку, давали больному носить ее на шее 3 дня или 9 дней. Потом надо было проглотить записочку или сжечь ее вместе с ветошкой на страстной свече и съесть оставшийся от нее пепел. В народе знахари использовали эту воду сегодня для лечения болезни и снятия порчи. Сегодня рано утром традиционно умывались колодезной водой для здоровья и красоты. На рассвете славили лен, брали красивые вещи изо льна, выносили их из дома и развешивали на заборах в березах. Чаще всего это были вышитые полотенца. Девушки начинали водить хороводы с рушниками длиной от 2 до 6 метров, расшитыми полотенцами, приготовленными специально для свадьбы. Так привлекали женихов. Приметы. С этого дня начинается сокодвижение у клёна. В апреле возможно холода, поэтому была поговорка, не ломай печей, еще апрель у плечей. И если много талой воды в апреле, то много будет травы в мае. Дождь сегодня к урожаю на грибы. Снежный наст колюч, год будет урожайным. Выпить сегодня воды из колодца, от болезней избавиться. Если сегодня днем жарко, а ночью холодно, погода будет теплой и ясной. 27 лунные сутки Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке, да во все. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны и во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни.